Вечер 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 Лиля, я вами не доволен. Почему до сих пор не закрыт контракт с энергетиками? Андрей Николаевич, основные позиции закрыты, остались только мелкие детали. А меня не интересует передача сводок с поля боя. Мне нужен результат. Ну, они в очередной раз завернули верстку. Леша, что там? Шеф, да они сами не знают, чего хотят. Ну, а вы что? Предложите им, чего они хотят, и докажите, что они хотят именно то, что вы предлагаете. Мне вас учить, что ли? Значит, даю на подписание контракта три дня. Понятно. Запиши. А у тебя что? У меня все по графику. Все в порядке, как всегда. Рада слышать, что хоть у кого-то нет проблем. Анна Альбертовна, мне, как знаете, приятно слышать, потому что к бухгалтерии и к финансовому отделу это совершенно не относится. Потому что у вас проблем выше крыши. Вы уверены? По-моему, в моем хозяйстве проблем нет. У нас падение прибыли контрактов за последние три месяца катастрофическое. Это при полном вашем равнодушии. Если вы не видите проблем, я их вижу. Этот бардак нужно ликвидировать. Идите, работайте. Анна Альбертовна, я прошу вас задержаться. Давай вечером поедем, поужинаем, а потом к тебе или ко мне. Это после всего того, что ты мне тут устроил, да? Практически вытер об меня ноги. Я как ломовая кляча. Пошу, тяну на себя весь этот воз, а ты мне обвиняешь, что я плохо работаю. Слушай, может быть, если у тебя нет претензий только к Диденко, может быть, ты проведешь вечер с ним сегодня? Может быть, даже переспишься, ему вдруг понравится, а? Ань... А я пойду устранять недостатки. Ань, ну ты не права! Что? Опять поцапались? Да и слово сказать нельзя. Сразу в истерику. И вообще берегов не видит. Ну что я такого сделал? Ну просто сделал замечание по работе. А она целую обструкцию устроила. Уже два года, два года. Вот где она у меня. Ну, положим, что и нужно, понятно. А вот зачем тебе это надо? Я всегда говорю, где работаешь, не живи. Где живешь, не работай. Конфликтов не будет. И бабу тебе нужно попроще. Без закидонов этих. Карьерных амбиций. Или не можешь? Миха, да я все могу, пойми. Да у меня... Да если я свистну, любая прибежит. Да первая встречная. Да спорим? Вон, хоть это. Куда она прет? Тормози! Постаруйся! Андрюха, походу мы человека сбили. Не мы, а ты. Давай, что сидишь, вылезай, пока менты не приехали. Жива? Петрович, вроде жива. Давай-ка я в машину. Аккуратнее. Поехали, поехали, быстрей. Ну, как она? Все, давай поехали, пока не поздно. Куда? В больницу. В морг пока рановато. Кто вы такие? Выпустите меня. Дверь откройте, я сказала. Дядечки, выпустите меня. Я никому ничего не скажу, честное слово. Ну, слава богу, раз орет, значит жива. Ну, уже хорошо. Руки-ноги целы. Вроде да. Дверь откройте. Давай, говори адрес, мы отвезем тебя домой и все. Не отвезете, я не местная. Не местная, а что тогда под машиной бросаешься, шатаешься ночью? На вокзал что-то шла? Так вокзал в другой стороне. Никуда я не шла, я просто так ходила. Я выступать приехала третий раз, я опять провалилась. Из общежития выкинули. А подготовительные только через месяц. Езжай домой. Не могу. Засмеют. И денег на билет на обратный тоже нету. А тете Дусь, я что скажу? Она на меня все последние деньги потратила. Ну и что делать-то собираешься? Выпустите меня. Давай, хватит забывать, раз уж это наш косяк, надо помочь. Да, Петрович? А подготовительные. Так, это вопрос все-таки решаемый. Петрович, давай так, забрось меня домой, а она пусть переночует в офисе. А завтра посмотрим, чем помочь сможем. Звать тебя, как? Ксения. Ой, откуда ты такая ревана, меня свалилась? Откуда? Из золотонож. Значит, золотонож, понятно. Давай так и поступим. Переночуешь у нас в офисе, душ там есть. А потом шмотки купим тебе, новые, Ксюша и золотоножа. А он кто, бизнесмен? Владелица, управляющая креативным агентством Грант. Слышала? Ну а как не слышать-то? Ваш креатива тут на каждом столбе висит. Ну тогда должна знать, что такой человек плохого не сделает. Ну не знаю, все равно как-то боязнь. Слушай, я тебя уговаривать не буду. Не хочешь, черт с тобой? Можешь валить. Да нет, нет, я же не против. Мне все равно идти некуда. А что дальше делать? Ну нам в офис уборщица нужна. Будешь у нас работать? Да подготовительных-то месяц еще, да? Ну вот. Да не дергайся ты, нормально все будет. Потом еще спасибо скажешь. Ну ладно. Поехали. Всем привет. Читал твой отчет. Безупречно. Папка, папка. Здрасте. Леша, Леша, кстати, хороший проект, а это, Лиль, ты просто великолепно выглядишь, я у себя. Андрей Николаевич, помните, мы вон ту комнату хотели под склад забрать? Ну да, и в чем проблема-то? Здрасте. Еще раз. А Петрович туда какую-то девицу поселил. Петрович, какую еще девицу? Потом объясню. Здрасте. А, подожди, это Золотоноша, ты туда ее пристроил? Ну это и есть эта девица. Ну, у Креативщика был свободный кабинет, я ее туда и поселил. И вообще нам нужна новая уборщица в офисе. А старая куда? У ее дочки ребенок родился. И она теперь будет работать с бабушкой. А провинциалка эта, она не балована. Ну, денег ей предложим, поможем подготовителям. Побудет здесь неделю по-другому, а там посмотрим. Главное, чтобы она в ментовку не стучала, а то у нас будут проблемы. Все правильно, давай, действуй, Петрович. Хорошо. Так. Андрей, пойдем, разговорились. Виктор Сергеевич, вы нам комнату обещали, обещали. А на деле что вышло? Где нам материалы хранить, эскизы? Нам бы типографию ставить нужно. И место для сервера тоже нужно. Виктор Сергеевич, ну вы же обещали поговорить с шефом. Нам эта комната нужна позарез. Согласен. Петрович передал приказ Андрея Николаевича заселить сюда уборщицу. И что, мне уборщица здесь нужна? Нужна ей гораздо больше, чем всякий мусор на складе. Извините, пожалуйста, как-то раньше мы обходились без проживания. Уборщица в офисе, может быть, и дальше попробуем? И сервер, это вам не какой-то мусор, это наш поилец и кормилец. Ничего, подстоит твой сервер на прежнем месте. И материалы там же полежат. Ну вот, видишь, схватывает все на лету. Петрович, слушай, ты что, издеваешься? Ну чужой человек посторонний будет жить тут в офисе. Это нормально, по-твоему? Лилия, ну что ты на меня наезжаешь? Я это что, сам выдумал? Была дана команда. А я вот с Лилей согласен. Все-таки чужие глаза, чужие уши, посторонние в нашем заведении. Но был приказ Андрея Николаевича. Если интересно мое мнение, я категорически против. Я тоже против. Ребят, да не вопрос. Вот давайте вы сейчас вместе соберетесь и пойдете к шефу. И объявите ему, что он не прав. Ну? Ну вот. Так что во всем можно найти компромисс. И в конце концов, эта девочка занимает не так много места. Можно разместиться и ей, и складу, и твой сервер поместится. Однако, рабочее время уже наступило, а мы еще ни в одном глазу. Ну и что случилось? Почему не на рабочем месте? Видимо, любим подолгу поспать. Ничего. Отучим. Это у нас быстро получается. В общем так. Обеспечить новую уборщицу всем необходимым инвентарем. И определить объем работы. Только дайте ей минут десять привести себя в порядок. А то весь офис распугает. Все, идите. Вообще-то я еще не ваш сотрудник. Заявление я не подавала. Не нравится, я ему крути. Да нравишься, нравишься. И подготовительное у тебя только через месяц. И домой ехать неохота. А шеф вчера сказал, что этот вопрос решает. Так? Ну, тогда через полчаса жду тебя на работе. Вместе с написанием заявления. Добро пожаловать в коллектив. И что ты имеешь в виду? Я про вчерашнюю выволочку, которую ты мне тут устроила. Что опять я сделал не так? Ну, я сделал тебе замечание. Аня, в конце концов, ты на работе. Да я о другом. Ты вчера меня обвинил в том, в чем ты сам виноват. Это ведь с твоей подачей мы ввязались в ценовую войну с главным конкурентом. И что в итоге? Теперь обе компании в предпанкротном состоянии. Нежели ты не понимаешь, что без этого контракта, госзаказа, нам просто не выставить? От того, кто получит этот госзаказ, зависит, кто уцелеет. Мы или Подайницын. Я не понимаю, мы что, первый день воюем? Это временные трудности. Ситуация гораздо серьезнее, чем ты себе это представляешь. Ситуация практически на грани. Ага. Поскольку все так серьезно, я считаю, что нам жизненно важно заплатить. И сделать это нужно как можно скорее. А я должен заплатить? Да. Ты что, вчера родился? Дай взятку. Послушай, я все продумаю. У меня прекрасное отношение с Вишняковым. Это крупный чиновник из министерства. Поговори с ним, он подскажет. Сведет тебя с нужными людьми. Я платить никому не буду. Это не обсуждается. Я взяток не беру, не даю. Это дело принципа. И ты это знаешь. Все. Иди и найди другой выход. Ну и дурак, не заплатишь ты, заплатят подоймется. Ты без штанов останешься со своими принципами. Посмотрим, кто останется дураком. Иди работай. Смотри, пожалеешь. Аня. Просил ее дополнить. Вот, в этом. Здрасте. Катерий Сергеевич, это как бы с заказчиками. Что-то случилось? Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. Состанова оборачивается в Ксении. Ей надо показать помещение и, ну, проинструктировать. Отведите ее в Креатин. А там Леша, пусть он займется. Ну да. Извините. О! Газ до отказа! Предлагаю новые системы газгольдеров. О, а это что за фокус-группа? Или вся целевая аудитория по модной одежде? Тихо. Тихо, тунеядцы. У нас новая уборщица. Это... Тебя, кстати, как звать, девица? Ксения. Знакомьтесь. Это Гера. Это Вадик. Хронические трудоголики, но патологические тунеядцы. Так. О! Тот, который в углу слепо глухонемой, это Тоха. Ну и ну. И как же вы так умудрились все загадить? А тут кроме нас людей не бывает. Ты понимаешь? Клиентов сюда не пускают, все равно. Начальство, ну, наша уважаемая Лиля на нас рукой махнула. Ей главное – результат. Шеф сюда вообще никогда не заходит. Так что здесь свободная зона свободных людей. Так, знаете что, свободная зона. Идите-ка на часок погулять, я здесь все приберу. Есссер! Так, все слышали. А, только, ребят, чтобы через час все были на своих местах. Так, а может я помогу? И вот это с собой заберите. Это после всего того, что ты мне тут устроил, да? Тебя что-то не устраивает? Да, это в первую очередь твое отношение к мне. Послушай, у тебя не кукла, у меня очередная девка. Так что будь добр, пожалуйста. Мне кажется, или ты действительно стоишь мне в условиях? Ты же знаешь, я этого не люблю. Ты не совсем правильно меня понял сейчас. Это что еще такое? Ты как смеешь подслушивать? Ну-ка вон отсюда! Убирайся! Ты уволена! Анна Альбертовна, а она-то здесь при чем? Золотонож, ты работай. А то уволят. Ну, хватит дуться, ну. Ситуация сложная, все на нервах. Ну, давай через пару недель куда-нибудь съездим, отдохнем. Ну, придумаем что-нибудь интересное, ладно? Андрюш, я тебя все равно не отстану. Потому что надо заплатить, надо, понимаешь? Я же сказал, я платить ничего не буду. И хватит на эту тему. Как говорится, хозяин – барин. Вот именно. Я на минуточку. Ты не заметил одну закономерность в последнее время? Стоит нам начать переговоры с клиентом, как по дайнице, мы уже в курсе предполагаемых сумм, контракт и предлагаем цену ниже. От этого мы делаем цены лучше и терпим улыбки. Так ведь война. Я не об этом. У нас утечка. И она обладает полной информацией обо всем. Ну, ты об этом не думал? Я, упаси бог, ее ни в чем не обвиняют. Но сам понимаешь, факты имеешься прямо. Да какие факты? Леля знает не меньше. И Леха, и, кстати, Диденко. Мне что, подозревать всех? Это же чистая паранойя. Ну, как знаешь. Мое дело предупредить, а выводы делай сам. Что-то я устала. Мы-то поедем уже к тебе. Да, тетя Дусь, здравствуй. Да, да, я поступила. Все хорошо. Да, и общагу дали. Конечно, буду звонить. Да. Давай, целую. Пока. Ксюнечка, чего грустим? А мне тетя моя звонила. А я ей опять наврала, что в институт поступила. Не знаю, что теперь делать. Поступать? Что же еще? Легко сказать. Там отделение только платное. Где я деньги такие возьму? Заработать. А если меня не примут? Ну, надо добиться, чтобы взяли. Если хочешь чего-то добиться в жизни, девочка моя, надо меньше спать и больше работать. Свет, погаси. Что ты сказал? Приехали, говорю. Большое спасибо. Пойдем? Пойдем. Ань, подожди. Всем привет. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Контракт с энергетиками заключили? Конечно, заключили. Обижаете? Молодцом. Оперативка через десять минут. Хорошо. Золотоноша, как дела? Отлично. А можно спросить? Позже. Анна Альбертовна, зайдите ко мне, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Почему без халата? Почему без спецодежды? Быстро, быстро одеть! Слушенька! Привет. Дорогая, скажи, пожалуйста, что ты у нас в отделе надела? Что такое? Вадим, со мной я тебе покажу. Сейчас, только халат оден. Какой ход? Как теперь работа? Да вообще за стол садиться противно. А мне нравится. Клёво! Ну, что? А ну, за работу, тунеядцы! А ты ничего! Молодец! Сработаемся! Верно? Идём. Забеседуем. Ты куда поступала? На журфак. Так, так ты пишешь? Ну, писала в школе заметки для стенгазеты. И для нашей городской газеты тоже потом писала. Даже как-то публиковали. Здорово. Время покажет, на что ты еще способна. Молодец. Давно пора. Слушай, говорят, там ты эти обгивы конюшни в креативном разгребла, да? Молодец. Молодец. Так давай поговорим. Хочу спросить. Ты чем, ну, по жизни собираешься заниматься? Ну, не всю же жизнь уборщицей быть. Я на журфак хочу поступить. А-а-а. Стать журналистом или писателем. Ну, а родители твои где? Ну, не хочешь, не говори. Ну, не куксись. Давай, рассказывай, зачем пришла. Я же вижу, что не просто так. Я хотела спросить у вас по поводу Андрея Николаевича. Влюбилась? С чего вы взяли? Он просто обещал мне с подготовительными помочь. Ну, и в конце концов, должна же я знать, кто у меня шеф. Ну, насчет твоих курсов. Это тебе нужно к нему. Я не знаю, что он имел в виду. Ну, а потом все узнаешь сама. Ксюша. Привет. Привет. Вот, держи компьютер. Я специально с него порой снял. Ну, чтобы ты могла посидеть вечером в интернете. Тебе же наверняка скучно здесь вечером одной. Очень. А вообще, знаешь, мы могли бы сходить куда-нибудь сегодня вечером потусить. Ты знаешь, я боюсь, что не получится. Но я с удовольствием. Просто мне из офиса выходить нельзя. Живу же здесь нелегально. А за интернет спасибо большое. То я здесь вечерами совсем зверею уже. Прям так. Ты как, сечешь в железе? Может, мне остаться вечером после работы, ну, помочь тебе разобраться? Ну, сама понимаешь. Я сама сказала, чуть не озверела. А вообще, знаешь, я парень свободный, да еще собственная квартира, и этим пользоваться надо. Ты знаешь, боюсь, что такому букету достоинств я не соответствую. Да нет, наоборот, соответствуешь. Все. Спасибо. Да ладно, чего ты? У меня же по-дружески. Хорошо. Начинаю, что проехали. Ну, отлично. Скажи, а шеф женат? Шеф? Угу. Шеф женат на своей работе. А так с женой недавно развелись. Вообще, у него Анна в фаворе. Анна? Угу. Его любовница? Да. А так сразу не подумаешь? Да, ну, все в офисе об этом знают, но стараюсь задержать язык с зубами. Шеф-человек жесткий за подобные пересуды может уволить два счета. Так что лучше не лезть на свое дело, а то вылетишь отсюда. Ясно. Ну что, давай я тебе покажу пару приемов о владении интернет-сорфингом? Ну, давай. Давай. Шеф женился на секретарши. На секретарши, а не на уборщице. Алло. 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 Так, Лиля, молодец. Выглядишь, просто отпад. Так, Лешка, подстригись. Легко, но завтра. Лиля клиентов созывает, а ты не подготовился. Значит так, минутка внимания. Сегодня корпоратив по случаю дня рождения компании. Можно выглядеть неформально, но не по-уличному. Анна Альбертовна, вы выглядите просто великолепно. Зайдите ко мне. Да, оперативки сегодня не будет. Слушай, и на корпоратив пойдешь? Там обычно прикольно. Не, ну, не хочу. Да и работы много. Ты вот глупости не говори, то должна обязательно пойти. Ну, так сказать, вливаться в коллектив. Ну, я подумаю, но мне все равно идти не в чем. А вот как раз с этим проблем нету. Пойдем поможем. Лиля. Пойдем. Лиля. Короче, Лиля, нужна твоя помощь. А корпоратив, это же важно. Ну, новый коллектив, нужно соответствовать. А у Ксюши совсем ничего надеть. Она попала под дождь. В общем, все плохо. Поможешь? Ну, примерно с тобой на комплекцию. Я, правда, немножко выше, но... Ну, ладно, ничего страшного. Что-нибудь найдем. Наверное, же еще и косметика, украшения тоже нужно, да? Так, давайте так сделаем. Поедем ко мне через часок и там на месте все решим. Хорошо? Спасибо тебе. Хорошо. Спасибо. Да, я не знаю, что пока еще. Так, за нас, да? За наш коллектив. Маленькое черное платье. Да, особенно, когда оно на такой фигурке лежит. Ксюша, ты классная. За тебя. Ну, что ты? Пожалуйста, подружески. Ксения, Лёха. Спасибо. Ну, что ты? Пламясь, но он сейчас с ней ничего не получится. Вот увидишь, все будет. Обьемся? Ну, что, знаешь, мы о чем спорим? Гопота, ей-богу. Значит, сам ты гопота. Мы же просто так в шутку. Ну, что ли, от могил? От могил? Давай, на три кукаряку в нашем казино. Вот это парень. Ну, что? Смотрите, мастер-класс от настоящего секс-бурга. Ну, это... Так, давай, быстренько наливаем, пока он еще не подошел. Как дела? Хорошо. Лёша, а пойдем поздравим Андрея Николаевича с праздником? Андрей Николаевич. Здравствуйте. Мы с Алексеем хотели вас поздравить с днем рождения фирмы и пожелать процветания. Спасибо. Спасибо. Да, ну, выглятишь изумительно. Спасибо. Вы хотите что-то еще сказать? Я бы как-то пересекла. Да. А можно вас на танец пригласить? Конечно. Я очень. Почему бы нет? Помню, нет границу безмерности, нет прекраснее верности. Под мелодию нежности любовь воскреснет. Ведь пою я эту песню только для тебя. Ты улетишь так высоко, станет на сердце легко, а порой вечерней, не засыпай душа моя, если ты мечтаешь летать. Друзья, я прошу немножечко внимания. У меня назрел тост. Так я предлагаю выпить за нашего прекрасного руководителя, нашего бессменного Андрея Николаевича Воронцова. Потому что именно он стоял у истоков создания этой компании. И именно благодаря ему наша компания так успешно работает на протяжении уже целых трех лет. Андрюша Николаевича, за себя. Спасибо. Браво! Браво! Спасибо. Девушка, пройдите за ваш столик. Классно, я смотрю, Матурсик уже разождалась. Конечно, конечно. Смотри, как вы я. Ксюша, пойдем я тебе кое-что покажу. Все лучшие люди собрались сегодня. Сюрпризик. Главное, что мы все здесь. За нас. Да? Да, сразу же. Обязательно. Ты понял? Держи вот. Сюда. Леш, ты чего? Ну, ты что, с ума сошел? Прекрати немедленно. Давай быстренько набивай, пока он все поначалу. Может, все-таки поедем на Мальдивы? На Мальдивы? А, как скажешь. Ну, что, состоялся наш мастер-класс от секс-булы, а? Тема первого занятия, как я плючусь. А, ладно? Красавец. Мачо. Дурацкий, бот, смотришь, у тебя дурацкий. Ну, можешь прикалываться. То во Вьетнаме тоже вполне экзотично можно провести время. Что-то я устал. Тогда мы поедем. Все, пойдем. Дурацкий, бот, смотришь, у тебя. Во. Тихо. Все. Что значит все? А убирать за собой вас мама не учила? Сама уберешь. Ты же уборщица. А ну-ка, собрал свои причиндалы и убрал за собой. Эту смену не закрою. Раскричались, раскричались. Подумаешь. Делов-то. Так вот и делай. Спасибо. Спасибо, Леша. Да не за что. Таких охламонов нужно на место ставить. Да. А ты чего так нравишь? Ксюш, ты извини меня за вчерашнее. Я перебрал лишнего, да еще ребята разодорили. Ты не злись на меня, хорошо? Хорошо, бывает. Послушай, давай договоримся. Между нами никогда ничего не будет. Запомни, хорошо? Хорошина, я всегда помог тебе на счету. Спасибо. Ксения. Пойдемте. Со мной пойдемте. 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 Вот. Надо быстро прибраться, пока шеф не приехал. Поняла. Особо никуда не лезь. Протрешь пыль, пропылесосишь полы. Начинай. Ольге передай, что я сегодня вечером задержусь. Пусть ее Петрович отвезет, а потом приедет за мной. Андрей, пожалуйста, ну не тяни. Если мы опоздаем, то потом уже не догоним. Пообещай мне, что ты сегодня же позвонишь в Вишнюкову. Да. Все. Я пошла. Иди. Как же все достало-то меня. Все. Виктор Сергеевич, а вы не могли бы мне стремянку принести? А то мне картина неудобно там протирать сверху. Стремянку нельзя. Можешь повредить картины. Не надо вообще ничего выдумывать. Сергеевич, Виктор Сергеевич, там вас охрана требует. Хорошо. Хорошо. Алло. Да, Алексей. Принесите мне, пожалуйста, стремянку в кабинет директора. Да. Лишь, ну хорош, это я. Да, давай жду. Куда? Куда? Стремянка тебе зачем? Мне сказали картины протирать, а я не достаю. Ты справишься? Справюсь. Пылесос подай. Давай лучше подстрахую, а то навернешься. Пылесос подай. И кнопочку, пожалуйста, нажми. Ну вот, теперь совсем другое дело. А то взяли моду. Пыль мне тёлкой протирать. Мне ведь завтра ту же самую работу делать придётся. Ещё чуть-чуть и всё. Ого. Лёш, а что это? Мне сильно попадёт, да? Никому не попадёт, потому что мы никому ничего не скажем. Ты давай заканчивай здесь. Никому ни слова, что я здесь был. Хорошо? А стремянку зачем? Ну ещё не вернёшься без меня? Чего замерла? Ты картины не трогала? Да нет же, видите, так и не достала. П Glenn наよろしく gideц. А кто покаясь не вернёшься? Это мне вообще не pensa вот так. Я как-то провел. sponsой золотой дерево. Одна моё её пламени и из моё её лит更е. Отлишком прожиз humanities недо 민주. supreme золотая степалька. Давай, какую мечта потрясётся? Я расскажу hai видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С**ка, а? Ну, я тебе устрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алеша, что? Алеша, все-таки, что это за штука такая? Как она там оказалась? Это твое, да? Это веб-камера или кто-то специально установил веб-кабинет Шерр. А тут вообще не пачку. Что это значит? Значит, что в кабинет Шерр под названием ТВ. В офисе появилась крыса. Что значит крыса? Ну, я это образно. Это значит, что в компании появился передател. Ксения, в кабинет зайдите ко мне. Поживей, можно? Да. Вечер Гаснет небо осеннее Если грусть неподдельная Если верить не в мочь опять Снини на звезды Их сияющая рассыпь Только для тебя Ветер Ветер улетает за горизонт Приглашает тебя в полет Если счастье устало ждать Оставь сомненья Все на свете направления Только для тебя Лови мкновенья Ты улетишь так высоко Станет на сердце легко А порой вечерней Не засыпай, душа моя Если ты мечтаешь летать Так, я настаиваю, чтобы ты призналась И вернула то, что взяла в кабинете у шефа Это элемент дорогостоящей сигнализации И я требую, чтобы ты вернула это немедленно Потому что это стоит больших денег Я знаю, что ты это сделала не специально Да я вообще не понимаю, о чем вы меня спрашиваете Я ничего не брала, никаких элементов не видела Ну почему вы на меня сразу все валите Ведь это могло пропасть еще до меня Ты мне только что сказала, что ты в кабинете была одна Ну да, одна Но может быть, это кто-то другой взял Значит так Я сейчас вызываю полицию И пусть она разбирается Кто это сделал, ясно? Так что, я вызываю? Вызывайте Пускай приезжают и разбираются А я вам еще раз говорю, что я ничего не брала Никаких элементов не видела Я вообще в технике ничего не понимаю Я вам еще раз объясняю Зачем мне вообще это нужно? Ну ладно Я знаю, что ты этого не делала Да ты этого сделать и не смогла бы Ну а чего вы тогда? Ну я был обязан проверить Ты же меня понимаешь? Проверили Проверю Ладно, иди, пока шеф не приехал И никому ни слова, пока я не закончил Вести это расследование Мне надо знать, кто это сделал Надеюсь, ты меня понимаешь Конечно, понимаю Все, никому ни слова, иди Доброе утро Здрасте Что это с шефом? Какой-то он сегодня не такой Не знаю, не знаю Но симптом тревожный Ксюша Пойдем ко мне Разговор есть Ко мне зайти Ты уверен, что это она забрала камеру? Она одна в кабинете была Больше некому Значит, камера сейчас у нее Она может в любой момент кому угодно Проболтаться Да, в реале Я ей сказал, что в этом расследовании Если что-то не будет получаться Вызову полицию Она ей очень болит Потому что живет у нас незаконно Да ты не волнуйся Ну Эта деревенская девчонка Она вряд ли поймет вообще, что это такое А если поймет Или спросит у кого-нибудь Хотя бы от того же самого Леши Не думаю Я за ним присматриваюсь И похоже, после того, как она При всех Врезала ему по физиономии Он с ней даже разговаривать не станет Нет Все равно я чувствую, что это только вопрос времени Рано или поздно она все расскажет Францу Больше нельзя откладывать Нужно сделать все сегодня ночью А с этой? Ну, золотоношу, и что делать? Придумаю что-нибудь Сегодня в офисе Ее быть не должно Аня А я соскучился Ты с ума сошел? Ну, не здесь же, не сейчас Потерпи до вечера Леш А все-таки Что это за штука такая была? Почему деданка так напрягся? Я тебе не говорил Пугал? А, пугал, уговаривал Вертелся, как уж на сковородке И все-таки, что это такое-то? Короче, я брался в интернете Начал эту камеру Вещь очень крутая Камера высокой четкости Дорогущая Короче, только по послед заказу Можно ее достать По-другому вообще никак Так что это нифига не охранная система Что-то посерьезнее Короче, я считаю, что нам в это дело лучше не соваться О, слушай, а что тогда делать? Не знаю Выбросить ее к чертовой матери и забыть Нет, я так не могу Нужно рассказать Либо шефу, Льву Петровичу Ты что, вообще не врубаешься? А если это наша Анна Сама шефу За гладкой сделала? Из ревности У нас же его к каждой юбке ревнует Ты же сама видела, что шеф ходит по офису Грустный Ну, они с тупого поссорились Не зря говорят Милые бронятся, только держатся Они-то потом со временем помирятся А я маму не успею сказать, как меня отсюда выберут Слушай, а может это и не Анна вообще А кто? Марсиане что ли? Слушай, а что если это конкуренты? Ну да, конкуренты воткнули камеру в шефу, в кабинет Как ты себе это представляешь? Здесь ночью охрана камеры снимают круглосуточно Да и он, Ольга, все время в приемной Нет, это кто-то из своих Ты знаешь, мне плевать Из наших, из наших, я молчать не стану Тебе пофиг, а мне не пофиг Я с холчим билетом оставаться не хочу Сто пуду вон на меня все шишки полетят Я единственный человек, который в конторе И разбирается в этой компьютерной фигне Короче, если что На меня не ссылайся, договорились? Да, ты трус, я не ожидала Камеру давай Ты что, дура? Камеру давай Ты залетишь Тебя потом Обвинят Почему? Не знаю, в промышленном споконаже Или там еще чего убить люди будут Знаешь что, обвинят меня, а не тебя Так что камеру отдай На, держи, только я тебя предупреждал Да Какого черта он пришел на час раньше? Я его на другое время назначал Извините Отдай сюда Живо? Не, да Я ее шеф отнесу Воровать Ничего Ты еще свое получишь Профессию решил сменить Ольга пошла на обед Так что я на вахте Что хотел? Ситуация и так сложная У нас здесь Случайный человек Ночую здесь Одна остается Неизвестно, чем она здесь занимается Может уже хватит благотворительности Ты ее вообще проверил? Ты в ней уверен? Это ты про Ксюшу что ли? А что ее проверять? Обычная провинциалка Копит деньги на учебу А в чем проблема? Провинциалка Деньги копит на учебу А вот посмотри Что я у нее сегодня забрал Интересно И откуда у нее это Молчит Говорит, мол, нашла Несла шефа отдать Врет, конечно И потом у нее шуру-мура С этим дешей А он, между прочим, айтишник И точно знает Куда эту штуку можно присобачить Мне, между прочим, в коридоре шептались Я видел, как она ему эту вещь показывала Так что Могут быть проблемы Я тебя понял Петрович Давай Андрей Николаевич А, с этим я разберусь Что-то не так? Бушу его ко мне в кабинет пригласить Обязывали? Значит, я доложил руководству О твоем безобразном поведении Принятое решение немедленно тебя уволить И освободи помещение, которое ты занимаешь Что? Я не понимаю, за что? Нечего понимать Делай то, что тебе говорят Чтоб через час духу твоего здесь не было Ясно? Ну что ж Анна ввела меня в курс вашей проблемы Так случилось, что в министерстве Именно я курирую Это направление работы Ну и учитывая наше с Анной Альбертовной Давнее знакомство Я готов, естественно Вместе с вами найти пути Решения вашей ситуации Разумеется, при соблюдении некоторых условий Я так понимаю, что Анна ознакомила вас С этими условиями Разумеется, только эти условия Мне не подходят Почему? Ничего странного в них нет Или вы так не считаете? Ну, для кого как Просто они не очень совпадают С моими принципами Ну, что понятен Андрей Николаевич Таковы реалии жизни Можно сказать Это производственная необходимость Я перезвоню Простите, я на минутку Продолжайте, я вас слушаю Так, вот держи Это дубликат ключа от твоей комнаты Свой, который с биркой Повесь на доску Понимаешь? Ну, с ключами Сама иди в туалет И спрячься Там, ну, типа, ты ушла Потом возвращайся сюда И закрой себя изнутри Хорошо? И до утра не выходи Нет, отсюда никуда Хорошо? Хорошо Завтра утром Иди к шефу И попытайся ему все объяснить Я думаю, он вряд ли на тебя поверит Но это наш последний шанс Ладно Я пойду А то нас рассекретят Хорошо? Спасибо, Леш Не за что Не пуха Она у нас больше не работает Все в порядке Отлично Действуем, как договорились Я предварительно позвоню Значит, мы просто недопоняли друг друга Ничего страшного Бывает Позвольте откланяться Я думала, что вы обо всем договорились Что ты ему сказал? А я так ему и сказал Что я ничего платить не буду Значит, вот так, да? Да Что ж ты из меня идиотку-то делаешь, а? Я как дура бьюсь Устраиваю тебе встречу с серьезным человеком Пытаюсь как-то решить твою проблему Ему и телепринципы мешают Значит так, оставайся своими принципами Сейчас меня хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Андрей Николаевич, у вас все хорошо? Ты кто? Что здесь делаешь? Я Ксюша-уборщица Живу здесь у вас в подсобке Лизки будешь? Что, глухонемая? Я не буду, я не пью Ой, да ладно, я не пью Я видел, как ты с Лешей На корпоративе шампанское пила Посиди со мной Посижу, если золотоношей дразнить не будете Клянусь Клянетесь? Ты знаешь, я ведь Дорогу сам себе прогрызал Слезу всегда знал Не убей, не ври, не укради Не, я, конечно, не ангел Понимаю, что речку перейти, портков не намочить, такого не бывает И вот, сижу здесь, как дурак Ладошкой в воду черпаю, а вода бежит сквозь пальцы Куда бежит, чего бежит, понять не могу Послушайте, а я знаю А вам что, Петрович, про камеру ничего не рассказывал? А ты что, правда, ее украсть хотела? Ну, нет, конечно Я ее сбила случайно, когда уборку делала Ой, да у нас этих камер на каждом углу охрана бдит У вас в кабинете, прямо над картиной Мне кажется, я туда Диденко воткнул Ты уверена, что Диденко? Уверена А может, ты ему отомстить хочешь? О, я же слышал, что Диденко тебя гнобит, а? Правда? Послушайте, его придирки здесь вообще ни при чем Давайте я вам сейчас кое-что расскажу, а вы потом выводы сами будете делать И еще одно условие Не надо думать, что мне от вас что-то надо И не перебивайте, а то я буду сбиваться Ну, давай, только, знаешь, говори правду, а то я не помилую Договорились Да Жаль, сегодня Сушнякова мы не договорились, можно было решить вопрос уже сегодня Когда наши документы на комбайне готовы Транша еще нет, но ничего, мы вышли на финишную прямую, а жить осталось немного У тебя была куча времени мне все это рассказать Сегодня мне сейчас кажется, вообще не время, чтобы я узнал про эту фишку Да почему? Да все очень просто, на самом деле Сначала я сделала так, что мы ввязались в ценовую войну с главным конкурентом Это обеспечила компанию Так И мы потеряли большую часть оборудованных средств То есть ты мне хочешь сказать, что Францов остался практически без денег? Ну, не совсем Задачка у него осталась, а задачка не маленькая Это стратегический резерв так называемый Тогда я смогла его убедить в том, что другого выхода, кроме как обратиться к заказу Кошнякова у нас просто нет Ну, села я вас, Кошнякова Кошняков организует его заказ, а это выдает компанию Тосуха Услуги Вишнякова стоят совсем не дешево Ты же мне сказала, что они не договорились Для этого просто временно, они в любом случае договорятся В Горанфелл просто нет другого выхода Да? Ну что, так-то буду делать дальше? Дальше мы с тобой вызываем все его все учительные документы по компании Делаем все, конечно же, по-тихому, никто ни о чем не должен знать Приходит транш Моментально объявляемся владельцами компании Предоставляем заранее подготовленный пакет левых документов Ну, дальше все как во масло Выбрасываем Воронцова из директоров, из офиса, меняем ключи Меняем охрану и все Компания наша транш ливается в офшор В общем, у меня все давным-давно продумано Мне кажется, что это ненадолго Все это может выграть огромный ажиотаж А Воронцов обратится в прокуратуру, в СМИ И мы можем вдвоем с тобой прогореть Знаешь что? И если все сделаем четко, то не прогорим Быстро Воронцов туда просто решить не сможет У меня просто нет таких денег Ну, идти в суд дело долго и, как сам понимаешь, малоперспективное Тем более, что Воронцов против Вашникова просто не потянет То есть получается, что весь транш достается нам? Да, и не только Не только транш Что еще? Мы продаем максимально быстрый грант Это компания, у которой много чего есть И контракты, и недвижимость Соответственно, компания моментально продается И еще с большей скоростью раздербанивается Вот они, деньги где Деньги-то немалые Потом мы делаем всем ручкой, говорим Адьос И дальше рассказывать, что будет Дальше не куфточный в теле? Не только в теле, но и в доле Я уверена, что все проедет, как по маслу Угу 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 Сказала правду? Клянусь Об этом никому ни слова А кому мне рассказывать? Мне все равно Деденко уволил И в офисе появляться запретил Между прочим, от Вашего имени Ну хорошо, считай, что я тебя восстановил Работай как работал, а живи здесь А то, что ты мне рассказала, никому ни слова Ничего не объясняй Я сам Все объясню Угу Мне надо Несколько дней разобраться Поняла? Поняла Поняла Золотонож Приверись А то я здесь набордачил Все по местам, все кори сниматься, мы победим Шеф, все хорошо? Более чем А Угу Зайди ко мне Ну что, ты с шефом поговорила? Поговорила, но не совсем так, как предполагала И что? Ничего Слушай, пойдем ко мне, расскажешь Послушай, послушай, нечего рассказывать Все очень странно и непонятно Бушуева Тебе продлили испытательный срок Можешь заселяться обратно в комнату Ничего смешного Ес Слушай, пойдем отпразднуем Ты чего работаешь? Ой, да ладно, ты что, школу никогда не прогуливала? Нет Ну, придумаем что-нибудь, пойдем Пойдем, пойдем 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 Когда? Завтра? А, нет-нет, я рада, правда, я очень рада. Просто думала, ты меня чуть пораньше предупредишь. Да-да, я встречу, обязательно встречу. Хорошо. Да, ну ты позвони. Да, давай, целую, до завтра. Пока, ага. Осторожней. Лёш, это катастрофа. Что-то не так? Тетя Дуся завтра приезжает. Она тебе что, типа Бармалей? Она мой самый близкий человек. Ну, а родители? Она и есть мои родители. Других не дана. Слушай, а если она узнает, что я все наврала? И много наврала? Да обо всем наврала. Про общагу, про учебу, про работу. Лёш, что делать, а? Так, спокойно. Ну, работа у тебя есть, тут все нормально. Просто особо не вдавайся в подробности, что и как. И так, глядишь, и прокатит. Ну, хорошо. А учеба? Если она со мной в институт потащится? Ну, в универ она с тобой точно не потащится. Ну, на крайний случай скажешь, что у тебя каникулы. Лёш, ну какие сейчас каникулы? А вот твоя тетка знает, когда каникулы, а когда нет. Хорошо. Общага. Общага. Скажи, что сняла квартиру. Ну, и где я ее возьму? Ну, есть один вариант. Переезжай ко мне временно, ну, пока тетка не уедет. Ой, да ну ты что? Подожди, а у тебя что, много других вариантов? М? Ну, ты главное не кипишуй. Все будет нормально. И приставать к тебе я не собираюсь. Ну, не знаю. Я подумаю. Пойдем? Пойдем. Всем привет. Здрасьте, Андрей Николаевич. А оперативки не будет? Здрасьте, ой. Привет. Анна Альбертовна, зайдите, пожалуйста, ко мне. Доброе утро. Здрасьте. Привет. Ну, извини меня. Ты оказалась права. Это была производственная необходимость — с волками жить, поволчь и выйти. Я рада. То есть, ты хочешь, чтобы я устроила тебе встречу с Вишняком? Да. И как можно скорее. Хорошо. Пойду договариваться. Да. А вечером ко мне. Как скажешь. Жду результатов. Скажите, приказ по увольнению Бушуевой подготовлен? Ой, напомните мне, в чем она провинилась? Она сегодня ушла с работы. Я требую, чтобы ее немедленно уволили. Ой, вы знаете, это не в моей компетенции. Это вам нужно к Андрею Николаевичу позвонить, чтобы он вас принял. Да. Андрей Николаевич, к вам Виктор. Сергеевич. Диденко. Ой, да ты ж моя девочка. Ой, да повзрослела-то как. И похудела. А у тебя все хорошо? Ты хорошо питаешься? У меня все отлично. Я так рада тебя видеть. Это с тобой кто? А это Леша, мой друг и мой коллега. Мы с ним вместе работаем. А это Евдокия Дмитриевна, мой самый близкий и любимый человек. Очень приятная Евдокия, Дмитриевна. Позвольте вашу сумочку, помогу. Да зови меня просто тетя Дусь. Я уж привыкла-то. Хорошо. Ну, куда поедем? Тебе в общежитие? Ой, тетя Дусь, ты же ничего не знаешь. Нет. А что такое? Я же вчера из общежития переехала, квартиру нашла. Да ты что? Да. Так дорого ж небось. Да не очень-то и дорого. Леша вот помог, у него сестра тоже учиться уехала, только за границу. И вот, получилось. Да. Ну, я вижу, ты человек, парень хороший. Да что ж мы стоим? Поехали. Поехали. Пойдемте такси словим. Я вообще не понимаю, в чем проблема? Я Золотоношу увольнять не собираюсь. Что непонятного? Андрей Николаевич, так больше продолжаться не может. Но она меня в грош не ставит. Хамит на каждое слово. Это прогул. Меня вообще удивляет, почему это ей такие привилегии. Я это больше терпеть не собираюсь. То есть, другими словами, или ты, или она. Я правильно понял? Ну, вы же сами вынудили. Ну, что я могу еще сделать? Ну, это история с камерой. Я докладывал. Вы никакие меры не приняли. И постоянно посторонний человек живет в офисе. И вас это почему-то не удивляет. Да, подожди. Успокойся. Не живет она больше в офисе. Лиля мне сказала, что она к Леше переехала. Ну, я подумаю над твоими словами. Пока иди. Ой, да что ж тебе делается-то тут? Ты что, упорку не можешь делаться в квартире, а? Смотри. Все, то есть, ну я же только вчера переехала. Вот сидя на комнате, кое-как выметено. Главное, мусор. Крошки какие-то, пыль. Придуржи же, неудобно. Я завтра же сделаю генеральную уборку и буду все вместе. Давайте чай пить. Я вот уже все приготовил. Ой, хозяйствен это какой. Молодец. Спасибо. Ну, а вообще-то, квартирка так у вас-то ничего. Мне понравилось. Мне понравилось. А я поживу у тебя недельку. Ты не возражаешь? Ну, чего ты? Куда торопишься? Никто ж не отнимает. Ну, да как, Ксюша, а? Конечно, идусь. Живите сколько угодно. Правда, Леша? Конечно, конечно. Живите сколько надо. Да и вообще, это же Ксюшина квартира. Ладно, вы пока здесь обустраивайтесь. А я пойду. Ну, провожи. Да, конечно, проводи. Поживется недельку. А мне еще делать? Ну, перекантуйся где-нибудь, с друзьями договорись. Ты же видишь, какая с ней вообще невозможна. Ты же мне друг. Угу. Пожалуйста, Леша. Знаешь, как в той сказке была у лисицы избушка ледяная, а у зайца лубина. Ладно, живите сколько надо. Ну, а я пока пойду. Вот, перестань еще себя искать. Захватчики. Спасибо, Леша. Воронков согласен платить. Сейчас еду на встречу с Ксюшняковым. Надеюсь, что сегодня вечером они обо всем договорятся. Надеюсь, что никаких неожиданностей не будет. Не будет. Я узнал, что эта девчонка переехала жить. Клеша, так что я думаю, что они нам вообще проблем не создадут. Ну, а все остальное я беру на себя. Все подготовлю. Хорошо, тогда я поехала. Ты жди моей команды. Хорошо. Нет у меня никого, тетя Дусь. Не знаю, из чего ты взяла. Девочка ж ты моя. Да я ж тебе знаю, как, может быть, ты сама себя не знаешь. И я вижу, что ты грустная. И что-то мучает тебя. А что может мучить девушку и заботить в таком юном возрасте? Сахар. Только любовь. Ну, шоу. Ну? Ну, какая любовь, тетя Дусь. Держи. Сахар. Ты не хочешь, не говори. А кто он, а? Шеф мой. А он меня в упор не замечает. Только золотоносший дразнит. Девочка-то моя. Ну, а какой он? Красивый. Ну, это понятно. Добрый. И в офисе его все уважают. Ну, только Анна у него есть любовница. А мимо меня ходит каждый день, в упор не замечает. Ой, ну, что ж ты поделаешь-то? Ты его любишь, а он тебя нет. И это мучает тебя. Ну, только ты сама должна в себе разобраться, насколько это у тебя серьезно. Ну, а там, там, либо перейти на пролом, и будь что будет, либо уйти, и постараться забыть. Так просто уйти, тетя Дусь? Вот так? Взять и уйти? Ну, конечно. Не могу. Ну, тогда жди. Жизнь, она сама расставит все на свои места. И подскажет тебе, что делать. Ну, а я, вообще-то я ехала к своей, троюродной сестре. А к тебе так, по дороге завернула. Так, а ну, стоп. И что, даже на недельку не останешься? Ой, да ладно, иди ложись. Завтра поговорим. Сходи погуляй, я тебя позову, когда понадобишься. Воронцов созрел. Прочит до встречи. Прекрасно. Только вот условия несколько изменились. Я так полагаю, у вас документы готовы, да? Да, разумеется. Придется там кое-что изменить. Я хочу, чтобы третьим совладельцем бывшей компании Воронцова стал мой человек. Вы мне не доверяете? Доверяю. Ну, ведь доверяй, ну, проверяй. Причем многократно. Мне будет так спокойнее. Но это потребует определенного времени и затрат. Это не обсуждается. Или вы выполняете то, что я говорю, или сделка не состоится. Это понятно. Да, еще я бы хотел, так сказать, закрепить наше партнерство. Ну, сделать его более близким, что ли, более доверительным. Вы понимаете, о чем я? Конечно. Более того, я тоже в этом заинтересована. Только мне нужно уладить одну маленькую деталь. Конечно, конечно. Алло. Алло, Андрей. Привет, да. Прости, пожалуйста, я немного затяжусь. У меня возникли непредвиденные обстоятельства. Ты скоро? Да, да, да. Я скоро буду. Пока. Тяну. С*** его. С*** его. Ненавижу. Все в порядке? Ты передам. С*** его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вчера тебя так и не дождался. Ты с Вишняковым договорилась? Конечно. Встреча состоится сегодня. Время и место я еще уточню. Прости, я никак не могла вырваться со вчерашней встречи. У меня были очень важные переговоры. И как? Прошли переговоры? Ничего нового, конечно, я для себя не подчерпнула, но было интересно. Я рад за тебя. Это же как-то не отменяет сегодняшний вечер. Я же должна искупить свою вину. Ну, не преувеличивай. Ты мне ничего не должна. Можно я немножко поработаю? Хорошо. Вы знаете, я рад, что наконец-то никаких недосказанностей между нами не осталось. Или вас что-то смущает? По-моему, все предельно ясно. Я согласен на все условия, только прошу не затягивать с решением вопроса по заключению контракта. Ну, поверьте, теперь, когда мы обо всем договорились, это никому не нужно. Я вас уверяю, вопрос будет решен в течение нескольких дней. Только я прошу вас, господин Воронцов, помнить, что ваша часть наших договоренностей исполняется первой. Поэтому сумма должна быть перечислена уже завтра. А, я помню, они завтра придут. Ну, прекрасно. Тогда до завтра. Ну, что за повод для грусти? А чему радоваться? То, что меня поимели? Не переувеличиваю. Зато теперь у нас появились новые перспективы. И за это можно выпить. Илья, спасибо тебе большое. Ты меня очень выручил. Ну, тетя Дуся уехала, и мне пора. Ну, тетка уехала, и что? Зачем тебе в офис возвращаться? Это что, обязательно? Мы вполне можем жить вместе. Ты как думаешь? Леша, послушай. Мы с тобой уже сто раз об этом говорили, правда? Ты очень хорошая. Но у нас с тобой ничего не получится. Прости меня, пожалуйста. Ксюша, я тебя люблю. Понимаешь, я тебя люблю. Тебя как только увидел, сразу поюбил. Ты мне очень дорогая. Я хочу быть с тобой. Давай будем вместе. Леша, прекрати, а то опять по морде получишь. Ну, Ксюша. Ну, я же тебе все сказала. Подожди, ну, прости меня. Я же ничего плохого не хотел. Ну, извини. Ну, извини, просто понесло. Ксюша, оставь ключи у себя. На всякий случай. Мало ли что. Ну, всегда ты можешь сюда вернуться. Ну, когда захочешь. Ну, прости, я больше переставать не буду. Клянусь. Клянешься? Клянусь. Ну, ладно. Пока. Клянусь. Все в порядке, как Воронцов. Выпил уже две бутылки виски. Думаю, что до утра не проснется. У тебя все готово? Да, центральные блоки я обесточил. Камеры не работают. Ключи у меня. Тогда пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Ветер улетает за горизонт, приглашает тебя в полет. Если счастье устало ждать, оставь сомненье. Все на свете направления только для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Не засыпай, душа моя, если ты мечтаешь летать. Выси, никого нет. Ты все проверила? Проверила. Каждый ключ издал он. Никого не было. Не волнуйся. Главное светлое включает, чтобы охранники нас не заметили. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, 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 все. Кто? Кто это был? Анна и Теденко. Анна, ты уверена? Да, я ее видела, вот как у вас сейчас. Понял. Все, теперь ясно. Хорошо, хорошо, все, тиши. Все, пойдем, пойдем. Да, алло, Петрович, ты с дуба рухнул, ночь на дворе. А? Что? Деденко? Да ничего, ничего, я сам разберусь. На такси приеду. Давай. Ну, что скажешь? Все, что несет эта девица, это абсолютный бред. Это не она меня застукала, а я ее застукал, когда она пыталась вскрыть сейф. Деденко, а скажи мне, что ты делал ночью в офисе? Я припозднился, я работал с документами, потом ее закемарил, потом услышал какие-то звуки, вышел проверить и застукал эту дрянь возле сейфа. А я ведь давно говорил, что не надо брать случайных людей и селить их в офисе. Вот вам, пожалуйста, результат. Дуренка, дуренка, даже не краснеет. А где я, по-вашему, взяла ключи от сейфа? Ладно, я здесь хотя бы живу. А они здесь откуда такие красивые с фонариками взялись? По поводу Анны Альбертовны, это полный поклёб. И все это влечет лишь одну цель. Она просто хочет занять ее место, простите, в вашей постели. Так что, Ларчик, не просто открывался, а слишком просто. Я работаю больше десяти лет в вашей компании и слишком хорошо себя зарекомендовал. Я прекрасно знаю, что вы в сейфе никогда не храните денег, а она этого не знает. И потом она несколько раз говорила о том, что ей нужно оплатить какую-то учебу. Так что сейчас разберитесь, кто из нас прав, а кто из нас вор. Ну что ж, получается, он по всем статьям прав? Что на это скажешь, Золотоноша? Знаете что, если хотите, вызывайте полицию. Я им все расскажу. Я вообще где угодно расскажу, что я их видел у него, а то ему Анну. Я считаю, что полицию вызывать не нужно. Это плохо повлияет на нашу фирму, и потом нам нечего ей предъявить. Если кого-то еще интересует мое мнение, я считаю, что эту мерзавку нужно немедленно уволить с работы. Да, действительно, полицию вызывать бессмысленно. А вот насчет увольнения мысль интересная. Ты уволен, скотина. Пошел вон отсюда. Простите, это вы у меня? Вон, быстро. Петрович, прошу, убери эту м***ь, а то я за себя не отвечаю. Знаете, во-первых, мне нужно забрать свои вещи. Это я еще посмотрю, какие твои вещи. И твой хлам тебе домой привезут. А ты не реви. Не реви. Вы мне верите? Верю. Конечно, верю. Я чувствую, что ты говоришь правду. Ну вот. Ну все, спасибо. Давай, иди отдыхай, и я тут пока разберусь. А ключи-то в сейфе остались. Твоя связка? Да, моя, это видно, одну их забрала, чтоб потом мне их подбросить. И главное, момент такой подходящий. Нашлась, ***. Ну да, если бы не Зултана, уж не знаю, что-то произошло. Так что, теперь Канни? Думаю, пора ей задать пару вопросов. Да нет, даже если мы когда-нибудь ее найдем, она все равно правду не скажет. Я-то ее знаю. Да и опасно. Не, могу не сдержаться. Ну, поехали домой тоже. Да, Петрович, ты посиди здесь. Надо все-таки мне человека отблагодарить. Лады. Ксюша, слушай, хочу поблагодарить тебя за то, что ты не испугалась сказать, Правда, ты меня извини за официальный тон. А я про тебя ничего не знаю. Ты же вроде поступала там куда-то. Да, на журфак. Журфак. Ну, а что не поступила? Плохо подготовилась? Нет, я хорошо подготовилась. Просто знания здесь совсем ни при чем. Я с ребятами разговаривала, студентами иногородними. Они сказали, что нужно на курсах подготовительных учиться. Только тогда и поступишь. И в чем дело? Ну, как в чем? Деньгах, конечно. Где же нам столько с тетей Дусей достать? Ну, я помню, помню, да. Золотоноша самая умная была. Ну, а ты так тогда сказала. Сгоряча. Так, значит, хочешь на подготовительные курсы. Ну, работать у меня останешься. Оставайся. Ну что? До завтра. До завтра. Отдыхай. Немногоstopо. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей компании произошли некоторые кадровые изменения Нашу компанию покинули Кубановская, Анна Альбертовна, Диденко, Виктор Сергеевич Мой новый финансовый директор, Елена Михайловна Стишко Вы ее хорошо все знаете, да, она у нас работала, главным бухгалтером Поэтому в курс дела водить не надо, да? Ирина Михайловна, посмотрите, там проверьте документацию Да, понятно, сейчас же Да, понятно Мой новый зам, Берецкий Виктор Анатольевич Прошу любить и жаловать Ты у нас работал замдиректором в крупнейшем детективном агентстве Он оказал мне кое-какие услуги Будет работать у нас Все, идите, работайте Я Игорю дал задание на несколько дней Последить за Диденко Что удалось накопать? Господин Диденко, насколько удалось установить Вел достаточно активный образ жизни Несколько раз встречался с господином Подайницыным Насколько я понимаю, это ваш основной конкурент Кроме того Можно предположить, что он поддерживал интильные отношения Анной Кублановской По крайней мере, он дважды оставался в ее квартире до утра Ну, что еще? Да, в общем-то, это все Как думаешь, что им тут надо было? Зачем они пытались сейс вскрыть? Ну, это же очевидно Подбросить наркоту, ствол Ну, сольют информацию ментам, чтобы меня потом Вполне возможно Что делать будем, а? Я думаю, надо срочно встречаться с Вишняковым И продолжать прежние договоренности Опасно Анна в курсе наших переговоров И может слить информацию И дача взятки должностному лицу Ну, подожди, подожди Я же не буду ему Наличными В открытую взяткой расплачиваться Да, тем более у него все схемы наработаны А еще без этой сволочи мы госзаказ не получим Уж он-то для этого все сделает Я думаю, надо С ним договариваться, как будто ничего не произошло И продолжать договоренности И вперед Я другого пути не вижу Да я тоже не вижу другого выхода Андрей Николаевич, к вам господин Вишняков О, вот так вот, да Когда черта вспомнишь, он тут же появляется Ну, хорошо, ребята, я вас услышал Шеф попросил ввести тебя в курс нашего рекламного дела Просил меня все тебе показать, научить Ну, я думаю, сегодня прямо можем и начать Скажи, знаешь, что такое рекламный слоган? Да Это что-то типа Если в кране есть вода Все остальное ерунда Забавно, придумала сама? Сама Ну что ж, замечательно Ну, для начала такая маленькая, такая проверочная для тебя работа, задание Вот смотри К нам обратилась компания Производитель пластиковых окон попросила сделать рекламу Вот Это пять эскизов рекламных баннеров Для них Ну, знакомься и придумай каждому Небольшую рекламную слоган Окей Да Да, у меня Хорошо, я сейчас передам Ну, и через десять минут Килине Михайловне Ну, я же тогда ничего не успею Ой, ерунда Все успеешь Это не так сложно, как кажется на первый взгляд Ну, это как проверка на ассоциативный ряд Ну, посмотреть, как ты умеешь сочетать логику абстрактное мышление Это как тест на женскую логику Можно и так сказать Давай Ладно Десять минут Прошу Добрый день, Андрей Николаевич Здравствуйте Ну что, чай, кофе, коньяк есть? Нет, нет, спасибо Давайте сразу к делу Несмотря на уход Кубановской из нашей компании Я думаю, что это не повлияет на наши с вами отношения Да я просто подумать не мог Что вы так серьезно к этому относитесь Но вы знаете, что поделать Просто издержки характера Нет, ну что вы Я вас не осуждаю Ни в коем случае, что В конце концов, это ваше дело Ладно Давайте вернемся к нашим договоренностям Решение по уделению средств на госзаказ принято Но еще не подписано И вы понимаете, почему Да? Вы понимаете, что я не смогу получить подпись министра Не предъявив ему Скажем так Весомых аргументов Которые вы еще не представили Мячик на вашей стороне Вы не забывайте Что тендер состоится завтра И сколько времени пройдет До фактического получения средств Ну, где-то около двух недель Вы ведь без труда переживаете этот срок Но нужно обсудить некоторые детали Вы понимаете Скажите, вы Лично Гарантируете Все детали? Я вам это лично гарантирую Ну, давайте Тогда я весь внимание Предлагаю обговорить детали Да Здрасте, вызывали? Да Я просто хотела сама познакомиться С выдающейся личностью компании Не понимаю, о чем вы Ну, почему же Знаете, первое распоряжение, которое я получила Это выплатить вам премию Посмотрите, весьма внушительно Я не понимаю, о какой премии детствечь Вы только, пожалуйста Не делайте вид, что вы не понимаете За что вам заплатили Вокруг не идиоты И всем понятно Как уволили Анну Как уволили Дейденко Я, конечно, в дело Воронцова не вмешиваюсь Но под вашу дудку я плясать не собираюсь Простите, вы считаете, что я любовница Воронцова И он мне за это деньги платит? И что все так думают? Тут думать нечего Это он вам сам так сказал, да? Хватит устраивать меня, цирк Забирайте свои деньги Ну что, тогда да Меня все устраивает Давайте, что дальше? Ну и когда вы сможете представить необходимый документ? Ну и через час Приедет мой водитель Прекрасно Ну что ж, позвольте откланяться Дела Андрей Николаевич Как вам не стыдно? Что это за премия? Я вас о подачках не просила Я вам про эти курсы подготовительные Просто так рассказала По-человечески А вы? А Елена Михайловна? Вот так вы все преподнесли, да? Знаете что? Я у вас здесь больше не работаю И ваши премии мне не нужны Слушайте Какая интересная особа, кто она? Ей работа нужна была Вакантное место освободилось Уборщица взяты Да, как я люблю говорить Ни одно хорошее дело не остается безнаказанным Да? Да Полезно понаблюдать Как люди откроются с неожиданной стороны Вы к ней присмотритесь Угу Это что было? Андрей Николаевич Я просто ничего не смогла сделать Она ворвалась Как не знаю что Вот это вот то Не знаю что Быстро ко мне Хорошо Все же тебя срочно К воронцову Вызывают Ты что делаешь? Ты что натворила? Ничего Просто сказала ему пару ласковых Ты что совсем обалдела? Так Немедленно Прямо сейчас Бежишь к нему И с порога Сразу извиняешься Ну там боже мой лапнул Она говорила глупости И там сгоряча Он не злой Он себя простит Даже не пойду И пусть сам извиняется Слушай Ну ты даешь Так где видно Что начальник сам Сам извинялся Перед уборщицей Которую между прочим Первую еще и нахамила Я ему не хамила Так Успокойся Объясни мне Что произошло Он мне премию выписал А когда я пришла ее получать К Леониду Михайловну Знаешь что она мне сказала? Что-то из-за меня Анну уволили И я встала на ее место А еще знаешь что она сказала? Что так весь офис думает Весь офис Понимаешь? И что мне деньги платят За то что я с ней Понимаешь? Нет То что я его любовница Теперь понимаешь? Слушай На дороге у тебя и фантазия Поверь мне Никто о так не думает Ну клянусь тебе Ну этого не может быть Ну просто потому что Ну не может Знаешь какая у него Колечко между нами в офисе? Не по кабелему Так что по этому даже не мечтай А я смотрю ты мечтаешь Ну так вперед Дорога свободна Это вообще не твое дело Ну нос не сунь куда Не просят тебя Все давай пожалуйста быстрее А то он меня вместо тебя Пусть он кого угодно А я увольняюсь Знаешь я уже уволилась Поэтому делайте что хотите Что я ничего не поняла Ладно попробую целеть Андрей Николаевич Простите ее пожалуйста Не выгоняйте только Ну виновата Виновата ничего страшного Куда же она сейчас пойдет Мы с ней начали заниматься Она очень толковая Ну правда Ну не выгоняйте ее Андрей Николаевич Ну подумаешь Она говорила Черт знает что Ну с кем не бывает А так человек она Честный, порядочный Ответственный А где мы сейчас Хорошую уборщицу найдем Значит плохую найдем Все идите Петрович Петрович Слушай Сейчас тут из офиса вылетит Ну это Золотоноша Да Слушай Она здесь такой скандал устроила Не девка Цунами Ага Да Ну вот подобрали ее на свою голову Ага Хорошо я подобрал А тебе бы только перечить Да В общем проследи за ней Куда что Мне так надо Сделай это для меня Понял шеф Прослежу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Данил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Данил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я узнала в кадрах, по адресу, который вы мне дали, живет Леша Семеновна. Вот черт, так и знал. Ну-ка, пригласите его ко мне. Ну что, пацаны, я же вам говорил, что у меня Ксюха и все будет круто. Оно так и есть, мы теперь вместе живем. Так что, Вадик, иди-ка в коридор кукарехой. Пока мне Ксюха сама это не скажет, хрен тебе, а не кукареку. Знаю, я тебя, собрешь и недорого возьмешь. Да по-моему, это все как-то немного похабанно с твоей стороны выглядит. Все-таки это же наспор. Значит, ты морочишь к Суши голову, а это как-то она этого не заслуживает. Ну да, Леха, ты как-то... Короче, не прав ты. Она же нормальная девчонка. За такие вещи, вообще-то, морды бьют. И, кстати, правильно делаю. Да вы что, пацаны? Вообще-то, на Ксюхе жениться собирались. Да ладно. Сейчас придумала летать на отмазку, а? Да я клянусь. А сегодня утром сделал ей предложение. И что она тебе ответила только не вред? Она сказала, что... Подумает. Леша, тебя. Здрасте, Лиля. Да что за помойка? Вы что, совсем за ума сошли? Мы же сами убираться будем. Так, мы копирайтеры, а не уборщицы. Переда твои слова, шеф. Он тебя в уборщики не возьмет. Уже и сказать ничего нельзя. Тебя шефу зовут. Хорошо. Чего хохочем? Убираемся? Убираемся? Присаживайся. Присаживайся. Леша, у меня будет к тебе разговор приватный. Ух ты, очень интересно. Я вас внимательно слушаю. Я про Ксюшу. Я несу за нее ответственность. Ну, в смысле персональную. Понимаешь, я ее на работу взял, я за нее и отвечаю, да? Если у тебя с ней серьезно, это хорошо. А если... Понимаешь, ну не порт девке жизнь. Я понятно говорю? Нет, не совсем, Андрей Николаевич. Это вы сейчас о чем? Что дурака валяешь? Я говорю о Ксюше и о твоих с ней взаимоотношениях. Вообще-то Ксения Еленична Бушуева совершеннолетняя. Ну, а вы, насколько мне известно, не являетесь ей ни отцом, ни братом. Ну, а мне тем более. И в контракте мы вмешательство руководства в личную жизнь сотрудников не прописывали. Леш, я понимаю, что ты действительно для меня ценный сотрудник. Я это ценю, да. Но есть вещи важнее. Типа облика морали? В контракте об этом ничего не сказано. Позвольте вам объяснить. Я человек свободный. И пока закона не нарушал, могу делать, что захочу. Встречаться с кем захочу и с кем мне нравится. Еще вопросы есть? Борзеть не надо. Я тебя предупредил. Ты меня понял? Ну, я так и поступаю. Только учить мне не надо. Чего ты понты-то кидаешь, а, Леш? Даже не собирался. Просто вынужден напомнить, что душеспасительные беседы на общечеловеческие темы контрактам не прописаны. Я могу идти? Сидеть! Сядь. В общем так, ты Ксюше передай, чтобы ходила на работу, да? Пусть не валяет дурака. Лиля хвалит ее. Есть какие-то варианты. Это уже как Ксюша решит. А ты сделай так, чтобы она приняла правильное решение. Двое безработных, молодой семье. Ну, это перебор. Я понятно говорю? Да. Ну, и иди. Асу. А? Ну, чего он тебе сделал такого, а? Чего ты прям так шлифни? Ну, что я тебе нафантазировал, чего, а? Беленький, кстати, вроде мужик нормальный. Не сволочь. Чего ты так разбушевалась, а? Потому что фамилию мне бушевала. Мне лезь, пожалуйста, куда-нибудь надо, ладно? О-о-о. Хорошо. Я вот тебе точно говорю, зря ты все это затеяла. Вот подумай сама, тебе поступать надо, и деньги понадобятся тоже. Ну, и что, всю жизнь в борщице работать? Сейчас сказал, что возможны варианты. Прям так и сказал? Ну, ей-богу. Говорит, передай Ксюше, что возможны варианты. Так, ну, по-доброму сказал, даже улыбался. Правда? Да. Ну, тогда завтра в офисе посмотрим, какие варианты. Есть, садись. Круто. Илка. Такая хозяюшка. Выглядит аппетитно. Спасибо тебе. На здоровье. Может, поцелуемся? Ешь. Здрасте. Ну, что? Какие новости? Пока ничего. Работа идет. Здрасте, Андрей Николаевич. Здрасте. Ну, понял. Золотонож, как ты? Здрасте. Здорово. О, Золотонож, как ты? Здрасте. Ну, что, вернулась? Здравствуйте. Вернулась. Ну, и молодец. Правильно. Леш, ты чего? Ну, что, Леша? Леша. О, молодная дочь вернулась. Ну, давай мне работать. Дайте мне, она утирца и левушка. Дорогу молодым. Совет на любовь. Кип-кип. Ура! Ты, я смотрю, уже всем растрепал, да? Ксюш, ну, никому ни слова, клянусь. Ксюша. Ксюша, посмотри, какой у нас тут порядок. Мы даже работать не можем. Ну, да, на вас совсем не похоже. Потому что мы тебя уважаем и любим. И поэтому мы приспособились. Ксюша, привет. Вернулась. Вернулась. Молодец, правильно сделала. Пошли по секретниче. Слушай, я уже как раз собиралась тебе звонить. Здравствуйте. Посмотрела твои тексты, там все очень прилично. Поэтому я поговорю с шефом, да, чтобы он взял тебя в нашу креативную команду. Лайя помощника, согласна? Спасибо большое. Да не нужно. Так, ладно, пока меня никуда не взяли, пойду работать. Давай. Здрасте. Хорошего дня. Спасибо. Тук-тук. О, хорошо, что подошла. Давай, займись этим, а то у меня в приемной никого еще телефон зазвонит. Держи. А Андрей Николаевич уехал? Ага, уехал. Слушай, а ты что пришла? Да я поговорить с ним хотела. Мне Леша сказал, что он должен... Ольга Павловна, ты это, иди, буквально на пару слов. Ну, чего ты у меня здесь устроила? Да еще и при постороннем человеке. Молчишь. Извините, я не думаю, что так получится. Лиля мне все рассказала. Дуреха ты. Я вас сильно подставила перед тем человеком, да? Подставила, да что ты. Он мне сказал, что любит таких с перчиком и советовал обратить. На тебя внимание. Не стоит. А что не стоит? А я обратил. Да, алло. Да, да, да. Петрович, доеду. Да, ну, сейчас я. Ксюша. Ты извини меня. Давай больше поговорим. Ксюша. Да, иди, курьки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сидеть ждать А документы Воронцова изымет налоговые Что я не поняла Можно поподробнее с этого момента? У нас план действий был изначально какой-то другой Или я чего-то не знаю Можно, можно поподробнее Я вообще очень люблю рассказывать об удачных операциях Год заказ и деньги по нем Это не главная задача Моей изначальной целью был сам грант непосредственно И нужно было обезвредить Воронцова Нужно было сделать так, чтобы документы Воронцова И их копию в регистрационной палате пропали А в налоговой на руках у нового владельца компании совпадали Вот тогда бы переход компании из рук в руки Нельзя было бы оспорить никак А что касается Воронцова Ему со мной тягаться вообще никак Здесь же вступает в силу не уголовное право А телефонное Все было готово Только вы, двое, облажались Ну хорошо, хорошо Что дальше? Дальше, что дальше? Дальше мне, естественно, пришлось брать дело в свои руки И все, и грант мой Только мой, вот так вот В смысле твой? Вот так, мой Где мы? А не наши деньги, а транш? Транш остается в гранте Вы свою долю получаете и проваливаете куда хотите Но не сразу Одному из вас придется поработать директором А второму его заместителем Подожди, ты же говорил, что мы сразу же продадим грант конкурентам Воронцова Говорил? Но передумал Вот так вот Я решил оставить его себе То есть ты нас решил кинуть Я не понял Мы же так не договаривались Значит так, милая Либо вы делаете то, что я приказываю Либо катитесь к чертовой матери Директора и зама я на бирже труда найду Хорошо, что мы должны делать дальше? Ты страхуешь ее И все время находишься рядом А ты В моей команде Являешься в офис Предъявляешь приказ о твоем назначении Новым генеральным директором И объявляешь, что вся охрана меняется Дальше в дело вступают мои люди А вы Сидите в офисе И ждете моих дальнейших распоряжений Это, я надеюсь, понятно? Абсолютно Все Да, дорогая Да, привет Ну, конечно Конечно, я все сделал Конечно, я не дошла Слушай, давай по этому тебе Во-первых, мы давно не виделись И потом, надо вот это все обсудить Нет, не сегодня Что значит не сегодня? Я слышать ничего не хочу Все, садись в машину и поехали Слушай, я не могу сейчас с тобой разговаривать Я на при... на... на совещании у замминистра Да, у нас немцы, делегация Совещание, понимаешь? Конечно, ну, конечно Я... ну, я не знаю, но, наверное, задержусь Конечно, буду поздно Все, все, целую Может быть, ко мне? Ну, если ненадолго Субтитры сделал DimaTorzok Вечер Гаснет небо осеннее Если грусть неподдельная Если верить не в мочь опять Снини на звезды Их сияющая рассыпь Только для тебя Ветер улетает за горизонт Приглашает тебя в полет Если счастье устало ждать Оставь сомненье Все на свете направления Только для тебя Лови мкновенье Ты улетишь так высоко Станет на сердце легко А порой вечерней Не засыпай, душа моя Если ты мечтаешь летать О, Золотонож, привет Я не... А я знаю, кто ты Ты, Ксения Ильинична Бушуева Гостем будешь? Да, и спасибо, что дождалась меня Да я вас не ждала Сейчас я только уборку закончу Да домой поеду Жених соскучился? Ну, ладно Ну, не обижайся Ксения Ильинична У меня, знаешь, сегодня Просто день какой-то Удачный А я вот сижу один Ну, посиди со мной А давай в ресторан сегодня Съездим Я бы поел чего-нибудь Мне спасибо, не хочется Да? А давай здесь посидим Выпьем А поужинаем потом Я не пью Спасибо Ну, посиди со мной Пожалуйста Давайте Просто посидим А знаешь, Ксения Ильинична Если бы не ты, то... А они что хотели? Деньги из себя взять, да? Да нет, это не главное Главное, что ты Не испугалась Не убежала Не струсила Правду сказала Несмотря на то, что Все было против тебя В общем, молодец Тебе Уважуха Респект Вы такие слова знаете? Ну Ну, а дальше что будете делать? А ты знаешь, да все будет нормально Я же Два их уволил Охрану усилил Белецкий сейчас будет отвечать За безопасность Ничего, выстоим Елена Михайловна Ну, такой опыт Такой специфический Я с ней поговорил Она подойдет И извинится перед тобой Так что выбрось это все из головы Да? Вот Ну, я пойду работать А, иди О, давай я тебе помогу Вы мне поможете? Хочешь, я могу Хотела меня посмотреть Как бы все из офиса На это отреагировали А ты что думаешь Что я только В кабинете могу посидеть? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я хотел тебе Сказать по поводу Леши Ну, не паром тебе Ну, и ничего путного У вас все равно бы не вышло Так ясно Знаете что? Я с самого начала Поняла, что с вами лучше не связываться Так, понятно И дальше что? Знаете, у вас странное свойство Вы как только себя королем Начинайте чувствовать сразу Рассказывайте, как кому жить Что кому делать А я этого, знаете, больше всего на свете не люблю Спасибо Я не могу понять Только что все было нормально Тебя какая муха сейчас спросила? Потерпеть не могу Когда лезут ко мне в душу Рассказывают, как мне надо делать Как жить, понимаете? Вы командуете своей Анной Ладно? И кто-то у вас будет следующий Ты мне будешь что, указывать здесь? Вот и вы мне не указываете Я тебе могу сказать Ты еще пожалеешь А вот и не пожалею Ладно, знаешь что хочу сказать? Мне абсолютно наплевать И вообще просто живи Живи как хочешь Буду жить как хочу На Чего мое? Да что тебе надо, а? Там на корабле Ты же складываешься, ты зараза Не подчиняется Знаешь что? Это так вообще нормально Существовать невозможно Давай съеду Будешь один нормально существовать Никому никуда не надо съезжать И вообще давай уже жить Как нормальная пара Лучше Ксюша Уходи за меня Я готов, правда готов Чего ты молчаешь? Ты согласна, нет? Скажи что-нибудь Нет, Леш, я не согласна Послушай, ну зачем ты опять это начинаешь? Я тебя не люблю, посмотри на меня Ну не люблю Ну прости, пожалуйста Я тебя люблю Моей любви хватит на нас двоих А если дети появятся, то и на троих Или четырех, ну как пойдет Ну ты же совсем пацан еще Что ты в любви понимаешь? А не перестанешь трепать мне нервы Съеду сегодня же Ладно, проехали Больше не буду Только вот наш разговор Еще не закончен Хорошо, хорошо С завтраком А есть каша? Сейчас будет Синяя М-м-м Синяя Грустер Синяя Помоги Синяя Товарищ М-м-м Подождите Синяя Твоя мама умеет ответить. Я думаю, что еще будущая жена Пашу будет унять. Леш. Ладно. Слушай, а чего твои вещи в офисе лежат? Может, давай их перевезем? Как думаешь? Хорошая идея, только неудобно. Сплечь начнут. Давай тогда вечером после работы, когда все выйдут. Нормально будет? Ладно, слушай, я опаздываю. Приятного аппетита. Господи, опять эта поломойка. Да прогони ты ее. Пошло. Бивают пилот. ЗВОНЯТ ПО- quinк? ГОВОРИТ ПО- Пронечкин, налоговая инспекция. Ознакомьтесь с постановлением на выемку документов компании Грант. Да, все верно. В офисе никого нет, он пустой. Это не ваше дело. Исполняйте, что приказано. Бойцы, двое остаются на входе. Никого не впускать и не выпускать из Гранта до моего личного распоряжения. Один со мной, а не ты и тоже. Есть. Выполнять. Доброе утро. Привет, Ксюша. Только Павловна, это Николай, охранник. Да. К вам в офисе гости идут, налоговая. А где они? Пока здесь внизу, ждут лифт. Через пару минут поднимутся. Спасибо. Ксюша, ко мне, быстро. Здесь уставные документы компании и ключи от сейфа. Держи. В твоих руках судьба компании Андрея Николаевича. Нельзя, чтобы их нашли. Поняла? Поняла. Поняла. А там внизу... Ой, делай, что хочешь. Главное, унеси их отсюда. Что происходит? Кто вы такие? Спокойно. Я сотрудник налоговой инспекции. Хроничка. Угу. Имею постановление на изъятие документов. Можете ознакомиться. Ты кто? Уборщица полы здесь мою. Ну иди мой. Не стой здесь. Спасибо. Так. А ты кто? Я секретарь генерального директора. И вы мне, пожалуйста, не тычьте. Секретарь. Очень хорошо. Скажите мне, секретарь, а где кабинет генерального? Значит так. Ничего не трогать и никому не звонить. Пойдете со мной. Вам все ясно? Все ясно. Все за мной. Все. Понятые, проходите. Откройте сейф. Ой, а у меня нет ключей. Ключи только у Андрея Николаевича. Не надо брать. Я прекрасно знаю, что у вас есть запасной комплект. Интересно знать, откуда такая осведомленность? Диденко вам рассказала? Или Кублановская? Почему же они сами не поднялись? Молчать. Открывайте сейф. Я сказала, у меня ключей нет. Можете обыскать. Боец. Оставьте. Чисто. Ну, посмотри у него в вещах, в столе. Действуй. А вы, Ольга Павловна, пройдите в приемную. С удовольствием. Я все проверил, ничего нет. Вот черт. Значит так. Спускайся вниз и жди. Как только приедет Воронцов безо всяких разговоров. Немедленно его сюда. Остальные пусть перекроют кабинеты, коридоры. Ни один из сотрудников офиса не должен до окончания операции сюда прийти. Все понятно? Понял. О нет. А ты что здесь делаешь? Со своим приехал. Да, а твоего здесь ничего нет. Ну, это еще как посмотреть. Тише, тише, тише. Не надо кулаками размахивать. Знаешь, в твоем возрасте сесть за вульгарную хулиганку не очень-то и солидно. Иди, иди, иди. Тебя там ждет сюрприз. Диденька, я тебя еще достану. Понял? Ну, это мы еще посмотрим. Зачем ты затеял этот ненужный разговор? Ничего, пусть знает, кто его в дерьмо по самую маковку окунул. Мелочь, а приятно. Здравствуйте, Андрей Николаевич, нас не пускают. Так, сейчас разберемся, что здесь происходит? Почему моих сотрудников не пускают на рабочие места? Здесь происходят следственные действия. Офис временно закрыт. Вы кто? Ваш документ. Без приказа руководства я не имею права. Хорошо, где ваше руководство? Кто вы такой? Я генеральный директор компании Воронцов. Воронцов? Отлично. Пройдемте со мной к моему руководству. Я вас провожу. Давай. За мной. Ну что, здрасте. Все идет по плану? Да. Да, налоговая уже в здании. Нам еще не пора? Нет еще. Мой человек мне сообщит, когда документы изымут. Все в порядке, я сообщу. А ключи, ключи, ключи нашли у этой старой курицы? Не знаю, мне еще не докладывали. Ждите. Вы и есть то самое руководство. Я требую объяснений. Хроничкин, налоговая инспекция. Познакомьтесь с постановлением на обыск и изъятие еще 10 минут документов. В постановлении указана цель изъятия документов. А про обыск тут ни слова. И почему здесь посторонние? Это не посторонние, это понятые. Понятые, да. А маски-шоу тоже понятые? А это сотрудники специального подразделения. Они здесь для поддержания порядка и для обеспечения безопасного проведения мероприятия. А документы мы изымаем для проверки их подлинности. У нас есть информация о рейдерском захвате компании. А, о рейдерском захвате. Ну, мне кажется, это сейчас и происходит. Не говорите ерунду. Это не более чем ваши домыслы. Вы готовы добровольно выдасть необходимые нам документы? В ваших интересах в дальнейшем может зачтется как помощь следствию. Я спрашиваю в последний раз, сейв добровольно откроете или будем скрывать? Открывайте. Открывайте. Ну что, вы нашли документы? Слушайте, Пронечкин, я уже с вами тут битый час торчу, а результата ноль. Плохо работаете. Стоять, я должен проверить, что ты там выносишь. Это не вопрос, на, проверяй. Здесь нету ставных документов. Как? Как нету? И правда нету? Да, да. А может, вы плохо искали? У нас, вы знаете, этих сейфов, о-о-о, может, там посмотрите. Вы что, меня учить вздумали? Да я ни в коем случае, я просто пытаюсь, вы знаете, помочь следствию. Следствию? Хорошо. Боец, рацию. Говорит Пронечкин, все ко мне, быстро. Ты сейчас на пол все это выкину, будешь сам ковыряться, а собирать потом сам будешь, понял? Ты чего такая борзая? Сейчас сама все будешь, собираю. Давайте напрягитесь, Пронечкин. Документы надо найти. Игорь Анатольевич! Отставить свободен. Опять вы и опять скандалите. Кстати, очень приятно, что вы меня помните. Конечно помню, это же вы были тогда в кабинете у Андрея Николаевича, когда я увольнялась. Да, да, да. Очень неудобная ситуация получилась. Да ну что вы, перестаньте, не смущайтесь. Вы меня, между прочим, очень поразили. Да, такая девушка с характером, а я люблю людей с огоньком. Да, ну я смотрю, вы не уволились, продолжайте работать. Ну да, других предложений пока не поступало. Вот. Кстати, об этом я и хотел с вами поговорить. Хотите работать у меня? А что должна буду делать? Вы будете моим личным референтом. Ну ладно, Ксения, подумайте. Ну, что может дать Воронцов? Это быть уборщицей в его офисе и прислугой в его жизни. Он же просто хочет держать вас рядом с собой и все. Это же очевидно. Как мужчина я его очень даже понимаю и не осуждаю ни в коем случае. Он же просто мужлан. Хам и мужлан и другим никогда не станет. Просто не сможет. Вот поэтому никаких перспектив в компании Воронцова для вас я просто не вижу. Во всех смыслах. Вы меня понимаете? Я вижу, понимаете. Ну а после всех вот этих событий, я уверен, что уже завтра здесь будет новый генеральный директор. Кстати, а вы знакомы с Диденко? Это бывший зам Воронцова. Диденко? Диденко. Вот даже как. Ну тогда вы очень даже правы. Ну конечно. Я согласна. Ну вот и прекрасно. Может вам помочь? Да, пожалуйста. Прошу прощения, я должен переговорить с человеком. Я вернусь. Хорошо? Ну что, какие результаты? Ничего не нашли. В офисе документов нет. Я думаю, пора заканчивать и сворачиваться. Я не знаю. Что? Значит так, вы должны поехать на квартиру к Воронцову и устроить обыск там. Мне нужны эти документы, вы понимаете меня, Пронечкин? А санкции у нас на только в офисе? Изъятие документов, так? Ну не первый же раз, господи, ну что? Со всем уважением, Игорь Анатольевич, но у меня своё руководство. Я не могу действовать так, без санкции, по беспределу, извините. Мне таких указаний не поступало. Указания тебе нужны? Будут тебе указания. Алло, Александр Семёнович? Добрый день. Да, Вишняков, да-да. Нет, пока ещё нет. Напрасно вы так, всё же можно было решить уже сегодня. Просто дайте команду Проничкину, остальное я беру на себя. Хорошо, я понял. Ну что, всё получилось, пора? Нет, не пора. Мои люди перерыли весь офис, но никаких документов не нашли. Договориться с руководством налоговой на продолжение операции тоже не вышло. Получается, что на сегодня всё. Жаль. Хороший был план. Значит, будет другой. Поезжайте в офис, я приеду, мы решим, что будем делать дальше. Да-да-да-да. Давайте. Ксения, господи, Ксения, ну, наконец, ну, где вы были, ну? Я мусор выбрасывала. Какой мусор? Поедемте. Поехали, поехали. А можно я наверх поднимусь и помоюсь переоденусь? Ну, хорошо, только быстро. Значит, проводи её наверх, переоденеться обратно сюда. Я получил команду сворачиваться, так что забираю людей и уезжаю. Хорошо, вы свободны, на сегодня. Закончили, уходим. Понял. Я успела забрать все документы из сейфа, они у Сюши. Всё в порядке? Говоришь, всё в порядке, а я так не думаю. Солдатня, блин. Я пришла, а что дальше? Умница моя. Пойдём. Я уверен, ты не пожалеешь. Для тебя откроются отличные перспективы, тебя ждёт прекрасная карьера и большое будущее. И с учёбой я тоже помогу. Считай, что диплом у тебя уже в кармане. Я всё для тебя сделаю. Да, я согласна. Прошу. Похоже, что крысы побежали с нашего корабля. Ну что, куда поедем? Ну, сначала заедем в офис. Ну, это по делу, ненадолго. Подождёшь меня там, но потом в гостинице. Тебе же надо где-то жить. Ну, поживёшь пока там, а потом посмотрим. Игорь, не надо. Не здесь. Давай попозже постелись. Да ладно. Ну, я прошу тебя, давай не здесь. Возди, ты смотришь. Ну, пусть смотришь, боже мой. Ну, что ты в самом деле? Что? Я же сказала нет. Ты же меня знаешь. Ну, хорошо, хорошо. Я подожду. Подожди меня здесь, ладно? Я ненадолго. Хорошо. Слушайте, с вами же невозможно работать. Вы понимаете, что вы меня подставили? Я всё организовал. Я поднял людей. А документов в офисе не оказалось. Что такое? Ну, если не оказалось документов в офисе, значит, Воронцов хранит их у себя дома. Да, да, да. Значит, надо было ехать к нему и организовать обыск там. Да, конечно, конечно. Конечно, это логично. Конечно, я об этом подумал в первую очередь. Но это оказалось невозможным. Ордер получен только на изъятие документов. А люди и так совершили полноценный обыск. Вы понимаете, что это такое? И, конечно, они отказались ехать домой к Воронцову. Лишний риск не нужен. Никому, понятно. Тогда, может быть, надо получить официальный ордер на обыск квартиры Воронцова? Я понимаю, что дело затратное, но у нас нет других вариантов. Игра стоит свеч в этом случае. И сделать это нужно как можно скорее. Ладно, я подумаю. Мне нужно отъехать на пару часов. Я вам позвоню. Ждите. ЛИРИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Давай за тебя. Давай за тебя. Да, ребята, хотели день рождения моё отпраздновать, а получаются какие-то поминки. Не сегодня-завтра приведут нового руководителя компании. Никто ему не помешает поменять учредительные документы. Так что закончилась наша история. И я больше никто. Так, Петрович. Пригрели мы с тобой змею. Вот так она нам. Да добро наше. И ещё главное. Когда Вишнякову про золотонож рассказывала, он говорит, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Как в воду глядел. Так сказать. Ладно, давайте. За поминки души нашей. Да. Не буду я за это пить. Я не верю в то, что она могла предать. Не той породы. Вот увидишь, всё будет хорошо. Ольга Павловна, чё ты как маленькая? Верю, не верю, как в детском саду. А что она с тобой первый раз в жизни предает? Диденко, Аня, сколько лет вместе. А это так. Приблудно. Да нет, ну этого зря. Лёш, ты-то успокойся. Она же тебя тоже предала. Ой, делайте со мной что хотите, а я не верю. Ольга Павловна, вот всегда вы со своим дебликраснодушием. Но мы же все видели своими глазами, как она с этим бадонком уехала. Что вам ещё надо? Лилечка, мало ли какие могли сложиться обстоятельства. Да, только знаешь, эти все обстоятельства почему-то складываются против нас. Да. Невесёлый разговор получается. Подожди, сейчас, сейчас. Да, дорогая. Да, любимая, конечно, я всё сделал. Прости, пожалуйста, я не могу сейчас разговаривать. Я на заседании у министра. Нет, у нас сейчас перерыв, но уже зовут обратно. Да, потом вечером поговорим. Всё, да, пока, пока. Всё, пока, целую, всё. Ну, что ты делаешь, а? Что ж ты делаешь? А ты же говорил, что ты развёлся. Ну, как я разведусь, ну что ты? Да ладно, я с ней всё равно только ради карьеры. У неё отец очень крутой, это не представляешь. Угу. Да. Ай, ладно, отчёртывайся. Ну, подожди, я стесняюсь. Давай ты пока в душ, а я тебя здесь подожду. Подготовлюсь. Ася, я боялся. Я тебя позову. Жди, не выходи. А сейчас можно? Нет. А сейчас? Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наталья, здравствуйте. Это не Игорь, это Ксения. А, ну, как какая гражданская жена Игоря. В общем, мы с ним собираемся пожениться, и я жду ребёнка. Вот он попросил меня с вами поговорить. Ну, вы понимаете, ну да, мы просто с ним очень много лет вместе, и сейчас я беременна. Он просто вам побоялся всё рассказать, и меня попросил. Нет, он не вас боится, конечно, вашего отца, просто он же с вами только из-за карьеры. Ну, ну, ты сами понимаете, боится. Алло. Наталья, вы меня слышите? Ксюша! Ну что, Ксюша, можно уже? Подожди, чуть-чуть, сейчас, я скажу, когда. Нет, вы знаете, он сказал всё-таки, чтобы я с вами пообщалась, и я, собственно, вам уже всё рассказала. Поэтому, может быть, мы и встретимся с вами. Не хотите подъехать? А гостиница «Молодёжная» номер 702. Подъезжайте, мне кажется, нам есть что обсудить. Малыш! Малыш, ты что? Малыш, ты что? Что? Ксюша, ты... С***ка. Ксюшенька, ты куда спряталась? Наташа? Подожди, ты неправильно поняла. Я тебе всё объясню. Это не то, что ты думаешь. Это не то, что ты думаешь. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пришла торжествовать? Ну, радуйся. Ай, этот дурак. Может, тебе ко мне специально подослали? Может, ты это маски-шоу подогнала? Какие маски-шоу? Я же вот. Документы. Да какие документы? Все, ребят, познакомьтесь, это новый руководитель компании. Андрей, да подожди ты, дай ей сказать. Да что сказать? У меня сегодня день рождения. Какой-нибудь подарок есть для меня? Или все это достанется Вишнякову? Какой же ты идиот. Я думала, ты... Ты полный кретин. Вот твой подарок. Один от Вишнякова, второй от меня. Подавись ими, видеть себя больше не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Наши документы. Все, что нужны. Мы спасены. И что сидим? Ну, правильно она тебя определила? Кретин, да? Кретин, да. Что сидим? Петрович, давай за ней. Полетели. Субтитры создавал DimaTorzok Черт, ну и где она? Вот она. Смотри. Спасите! Помогите кто-нибудь! Отпустите меня! Спасите кто-нибудь! Помогите! Да поставь ты меня на место, что ты себе позволяешь! Я видеть тебя не хочу! Кто-нибудь! Помогите! Спасите! Люди! На место! Я поставь, я сказала! Отпусти меня! Тихо! Да пусти меня! Дверь открой! Ну, что стоишь? Давай, гони! Дверь открой, я сказала! Останови машину! Да кто ты такой, что ты себе позволяешь? Я там тебя в суд подам! Денег у тебя нет. Дорогущий адвокат, и меня отмажет. Ты срошеннолетняя, скажи, что меня спровоцировала. В офисе подтвердят. И к Лешам, когда больше не поедешь. Не торопись, не толкайся. В общем, шансов у тебя нет. Дорогущий адвокат, и меня отмажет. А где он, наконец? Пошеннели, все уже. Ты чего не по-людски оделся-то так? Он, вроде солидный мужик, богатый. Ты чего, нормального костюма-то нету, а? Теща, не ворчи, а то обратно отправлю. Еще одна золотоноша на мою голову, да? Ну, что помощник куперайтера? Какие будут заголовки? Очередная история про Золушку. Шем женился на уборщице. Не можно! Нет границы безмерности Нет прекраснее верности Под мелодию нежности Любовь воскреснет Ведь пою я эту песню Только для тебя Лови мгновенье Ты улетишь так высоко Станет на сердце легко А порой вечерней Не засыпай, душа моя Если не безумие Продолжение следует...